приветствую всех кто заглянул на мой канал друзья воскресенье я на своем балконе в огород пойду только поздно вечером сняла вам сюжет когда вчера была в огороде поздно вечером огурчики их как обещала сегодня хочу рассказать что у нас там в огороде с перевыборами кому не интересно можете перемотать сразу на огород где снимала про огород в общем что у нас на сегодняшний день вкратце расскажу кто не понимает в общем у нас нашем огородном сообществе есть председатель ну там и сколько там 5 общем в этой конторе которая управляет нашим огородным сообществом и в прошлом году мы решили его переизбрать вкратце сейчас объясню почему в общем у меня в огороде была одна половина в общем и старые видео кому интересно посмотрите была застелена черной пленкой так как я уже рассказывала рассказывала вам что у меня по состоянию здоровья в общем операция была там и все остальное и я не могла ухаживать за огородом полноценно и чтобы как бы сократить площадь моего огорода я половину закрыла черной пленкой и сверху поставила такие как типа высоких не высокий грядок в общем такие штучки круглые где я потом высаживала цукини и кабачки арбузы ну как бы они стелились вот по этой черной пленки ну уж мне тяжело как бы это объяснить но из кому интересно можете посмотреть у меня есть это видео ну в общем и я получила письмо что это черная пленка запрещена и как бы от моей от нашего председателя и там стоял общем почему я как бы возмутилась там причина почему запрещено там стояла что эта пленка как сказать вредит земле то есть все все что под ней там все убивается и все такое но но я же покупала ее в огородном отделе и там стояла что она дыщащая влагу пропускаю то есть ничего плохого не стояло то как он написал мне в письме причину указал и еще что меня потом как бы это возмутило что он под причиной после вот этого письма ну что я как бы экологию там разрушая все такое что это неприемлемо в огороде и стой и потом внизу была такая как бы подписано что для картошки можно использовать то есть я так поняла его просто как сказать ему не понравилось что я вот полезную площадь закрыла пленкой но я опять же объясняла что это только на время но не важно и в общем как это письмо вот мы получили мой сын сразу начал паскал естественно у нас вообще любитель он может вообще там и давай и до президента как говорится дайте вот он сразу же позвонил у нас в общем как у нас 12 огородных сообществ городе у каждого сообщества свой председатель ноют и вот эта команда там из пяти человек которая состоит там плат шеф бухгалтер и актуар это как который записывает все вот эти собрания все такое ну в общем вот и и над этими 12 ими есть еще самое главное который мы как говорится отстегиваем десятину на их содержание хотя они вообще абсолютно ничего не решает но тем не менее в общем еще над всеми есть главное вот паскаль позвонил ей и она пригласила нас как низк них странно к себе в гости прямо домой мы с паскалем поехали к ней домой показали ей письмо она сказала ну да это очень глупо написано и типа вы же покупали эту пленку в огородном отделе и как 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 сказать какой вред она может нанести многие ей пользуются вот видите ли нашему председателю это не понравилось а еще вот что скажу вслед за мной тоже некоторые начали эту пленку как бы ну у нас вообще в этом сообществе всегда такое один сделал и все за ним как бы повторяют вот у меня там сколько я вот этих дуги стану очень неважно ну и вот я с ними как сказать господи скомпоновалась мы с ними они тоже там получили это письмо это же как бы возмущались и мы реши а прежде чем против его выступать вот я как вам и сказала мы пошли вот к этой самой главной которая нас к себе пригласила она подтвердила да что в письме написанную ерунда как бы не соответствует если уже запрещать пленку то тогда и ну и той ту причину что он указывает тогда и под картошку нельзя тогда вообще нужно запретить но это невозможно потому что это как бы уже давно продается вот эти все укрывные но она даже не ну да черная пленка но она как бы в дырочку такая вот и короче мы с никогда разговаривали и паскальтом герну да это типа нас председатель уже вообще все как бы ну таких как сказать использую но зачморил всех он постоянно был недоволен постоянно ругался ко всем придирался это не то то не то и и самое то как сказать еще важно что он одних разрешал одним делать все что хотите там стройте что хотите там а к другим приходил на участок измерял до сантиметра но есть у нас правило когда он подписывали контракт там стоит в правилах там сколько можно отступление от другого огорода какая высота там какие теплички какие дома на общем там куча всякие на 5-6 листов что можно что нельзя ну и в общем паскальтом сказал что вот он очень такой как сказать агрессивный очень себя плохо ведет как сказано я не знаю там по швейцарски как правильно по-русски как это правильно вы выразить но общем и швейцарии здесь как бы ну нельзя так с людьми общаться и она нам сказал ну да вот типа все как бы у меня уже много на него жалоб но никто не хочет быть председателем типа все жалуются но никто не хочет этим заниматься он типа она как бы его хотела ну немного как сказать защитить сказать что ну типа все жалуются но никто не хочет этим заниматься на что мы и сказали ну мы же у нас есть кто хочет этим заниматься в кабин оно это мотивировал тем что не никого нет яска нет почему у нас есть люди которые бы стали бы президентом и и все так ну вот этого сообщества мы можем по нас как ну если у вас есть вы можете без проблем поменять потом я у нее спросила иностранец тоже может быть президент да да конечно без проблем типа если за него проголосуют люди то без проблем можете его поменять что мы и сделали в прошлом году я собрала подписи против вот этого ну потом уже мы в там объединились уже эта молодежь привлекла который более-менее ну же здесь рожде рожденные грамотно могут писать и все такое но в общем мы против него собрали подписи потом сделали как вот она нам не объяснила вот это главное собрание перевыборы где его вообще нас 80 процентов поддержали 80 процентов проголосовали против его мы выбрали новую команду это вот это самое главное прописала протокол и по идее как бы все ну как вот демократия говорят швейцарская демократия люди проголосовали большинство против его мы его переизбрали и что вы думаете это главное подписала протокол и что вы думаете он подал на нас в суд что он с этим решением не согласен и вот этот суд длился ровно год и вот сейчас пришло письмо ну там несколько писем не сюда при приходила потому что как бы адвокат он нанял адвоката я так поняла даже на деньги вот этого нашего сообщества еще также у нас был ну то как бы самый важный пункт что деньги пропадали в неизвестном направлении как говорится вот и потом он как бы обвинил вот что из суда мне приходили там и письма своего кассира но кассир ни в коем случае не мог без него воспользоваться этими деньгами нут мы заблокировали счета всех наших нут нашего сообщества счет в банке но тем не менее вот год представляете год длилась судебное разбирательство и сейчас суд назначил человека там 1 один адвокат придет в наше наше сообщество который будет по новой проводить вот это собрание перевыборы то есть нейтральный суд отсюда назначены и он не за нас и не за него так что вот друзья вот таким образом у нас тут происходит война в этом огородном сообществе ну наконец-то все как говорится сдвинулась точки представляете целый год хотя мы полностью как говорится победили на выборах и это которая самое главное подписала протокол этих выборов но тем не менее вот видите год длится это вся заваруха но слава богу тебе пришло окончательное письмо из суда и все сдвинулось с точки и теперь у нас будут новые как бы перевыбор ну как новые то есть мы должны будем опять подтвердить вот на выборах опять должны люди проголос проголосовать против его проголосовать за нас и все как бы тут уже тогда он никак не сможет ничего не обжаловать он должен будет сдать все свои дела счета и хотя там я не знаю если у него что-то сдавать но хотя многие уже сейчас заплатили за огороды в принципе деньги на счетах должны быть в общем вот друзья рассказала вкратце как могла что у нас сейчас происходит и потом расскажу вам когда пройдут эти выборы что вообще произошло на этих выборах смогли смогли бы сможем ли мы опять набрать такое количество голосов которые за нас в общем вот друзья ну а сейчас поставлю вам сюжетик что я вчера была в огороде попробовала свой первый арбуз наконец-то в общем сейчас все посмотрите друзья в общем поздний вечер 9 час ну я только пришла как бы тут в огород немного поработать днем потому что невозможно вот убрала два куста отсюда там тоже кустик в общем понемногу буду все делать вот смотрите так измельчаю сюда ведро вот у меня еще здесь кустики кстати смотрите все листочки для конца августа даже очень хорошем состоянии единственная вот как я вам и показала испортились вот эти все томатики самые поздние которые я вообще не обрабатывала и очень много вот таких мелких ну тут их тут внизу тоже видите я все по так сказать по обрывала то есть если бы не заболели то результат очень даже хороший их очень очень много на кусту я уже вот там сейчас он покажет уже и желтые собрала то есть я считаю что это очень даже неплохо также друзья забрала отсюда арбуз сейчас взвесим и посмотри даже не знаю спел и не спел и навряд ли он успел как говорится поспеть видите тоже все засохло и завтра хочу вот этот тоже арбузик но это тоже сто процентов не поспеет дыня здесь как и лежит но она уже тоже все не знаю я от нее тоже толка не будет она засохнет но вот эти две дыньки вроде еще не год то это вроде нормально но тоже кусты все уже испорчены так что вот друзья надо баклажаны тоже будет обрезать в общем все убираю друзья потихоньку также смотрите сколько перцев опять порченых убрала два куста с этой грядки даже три по-моему в общем потихоньку все освобождаю тоже завтра буду там тоже убирать потому что томатиков нет уже на кустах в общем потихоньку не все сразу мячую рука болит я их мелко-мелко раз как сказать в общем сижу на стуле и вот они вот таким образом и все измельчаю что мне еще делать но зато сюда столько много кустов вот ну как три куста уместилась в общем пошла я взвешу арбуз сейчас глянем с вами а то уже темнеет глянем вообще поспел или нет мне даже самой интересно и вот друзья как я вам сказала смотрите еще сколько я мелочи сколько там зеленый по выбрасывала и вот здесь уже как бы поспевшие зеленые но зеленый наверно турецкой подружки сейчас отнесу они что-то постоянно просят эти зеленые также вот цукини один сорвала перец тоже валялся забрала в общем вот надо потихонечку освобождать огород так ну что он и карбузу а то сейчас совсем темно будет так ну вот до килограмма не дотянул ну что друзья сейчас обре разрежу и покажу вам так одной рукой неудобно не хочу этот уже штендер братьем но так ну так вроде такой хрустанул сейчас друзья спаде не получается сейчас полную камеру разрежу все-таки в общем друзья мой первый арбуз в этом году это желтый сорт сейчас я попробую даже немного переспел надо было мне раньше ой какой сахаристый ой друзья вкусный тепловатый только но вообще переспел я не ожидала господи хоть один арбуз в этом году съем свой дам надо было его снимать уже когда людмила здесь было дня три назад ой сладкий и не ватный такой прямо сахаристый вот говорю немного переспел вот шикарный арбузик друзья ну вот как говорится спочина меня первый арбуз в этом году но я думаю уже и последняя не знаю тут маленький как завтра уже его сейчас сорвают сюда положу чтоб он там на солнце не лежал и уже завтра в его вместе с вами разрежем в общем арбузик очень даже сладкий хоть и маленький видите даже до килограмма не дотянул ну ничего на один раз покушать шикарно в общем друзья на радостях я одна после слопала весь арбуз сладкий вообще в общем на следующий год обязательно будут на доме я правда не помню уже какой это сорт или гибрид надо мне глянуть по моему это или индийские семена желтые или от партнера желтые общем я по я по моему два желтых высаживала села буду сеять обязательно желтые арбузы майн год такой маленький сахаристый сладкий единственно что косточки но у меня бы паскаль с косточками не стал есть но такой сладкий мы сегодня в копику покупали с ребенком арбуз тоже красный без косточек ну там консистенция какая-то вот такая другая понимаете а вот это такой не объяснить даже очень классный арбуз я прямо довольна думала уже в этом году арбуз не не попробую потому что вот эти например тут уже все мне надо просто не убираю да и все вот эти они уже все они испорчены просто я уже хотела все грядки сейчас и короба убирать тоже вот сейчас это ну не сейчас буду от арбузов освобождать от вот эти где господи от дыни это дыни уже все она не поспеет потому что она тут лежит на солнце такая вся мягкая и у нее видите тут и не не с чего питаться ну не знаю может завтра обрежу и надо как сказать дозариться сам не знаю общем друзья если эти такие ищут плотные и хорошо так висят убрала я этот арбузик 2 но этот я думаю тоже не успеет ну я прямо вообще объелась а съела на ночь целый арбуз ну хоть и маленький но тем не менее ой какой классно арбуз я довольна так ну что все буду сейчас уже тут закрывать и завтра уже буду доделывать пойду уже домой а то уже темнеет у нас это был ясно это был ясно это был ясно это был ясно это был ясно